Сегодня мы поговорим об оценке состояния виртуальной инфраструктуры вашей компании. Как лучше ее оценивать, что свидетельствует о правильном построении виртуальной инфраструктуры, как разработать стратегию виртуализации для компании. Сегодня тема нашего вебинара. Начнем с того, что же такое виртуализация. Виртуализация сейчас является одним из приоритетных направлений, в развитии технологий на 2015-2020 годы. И сейчас глобальный рынок виртуального клиентского ПО за последнее время стремительно растет. В среднем, по кумулятивным данным, до 2018 года за 5 лет он вырастет на 46%. Основные факторы – это распространение облачных технологий, поскольку, опять же, все базируется на преимуществах на виртуальной инфраструктуре. Также многие компании хотят снизить свою зависимость от аппаратной инфраструктуры, от своих СХД, серверов и переносят все на поставщиков услуг. Что позволяет сделать виртуализация? Прежде всего, она обеспечивает гибкость и непрерывность бизнеса, поскольку вы можете разворачивать различные виртуальные машины для различных функций вашей организации, для различных проектов. Также она позволяет существенно сократить затраты. Недавно было проведено исследование, почему все-таки малый и средний бизнес используют виртуализацию. Основная причина – это все-таки то, что компании хотят безопасности, в частности, как безопасности эти инфраструктуры, так и определенной безопасности в сфере, допустим, того же законодательства, каких-то рисков повреждения своей аппаратной инфраструктуры. Поэтому виртуализация особенно актуальна. Также причиной является то, что виртуальную инфраструктуру проще поддерживать и обслуживать, чем свою наземную инфраструктуру. Не надо выделять огромные площади под оборудование, не надо поддерживать соответствующую температуру, иметь большое количество людей, которые будут обслуживать инфраструктуру. Ну и также, опять же, причиной может быть отсутствие бюджета на обновление аппаратного ПО-устройств, аппаратного обеспечения и устройств. В частности, особенно это актуально для Украины, поскольку во многих компаниях действительно до сих пор очень старые СХД, очень много старых серверов. А еще со скачком доллара все-таки стоимость на них достаточно большая. Также все-таки это гибкость и возможность управлять пользователями в разных локациях. Сценарий виртуализации, который на сегодняшний день существует, прежде всего, это виртуализация серверов. Это когда несколько сервисов устанавливаются в виртуальных средах на одном физическом сервере через Windows Server. Это может быть SQL, это может быть Exchange Server, это может быть Bistock, это может быть High Performance Computing. И, кроме этого, виртуализация серверов при этом позволяет, опять же, контролировать свою виртуальную инфраструктуру. И, в частности, в ней доступна также виртуализация десктопов. Что касается виртуализации десктопов рабочих мест, сейчас она позволяет отображать десктопы на клиентских устройствах пользователей. То есть, все-таки, это определенная гибкость, позволяет увеличить продуктивность труда пользователей, работников компании, поскольку позволяет работать с разных мест, с разных устройств. Администраторы и разработчики могут создавать изолированные операционные системы для тестирования разработки. Опять же, виртуализацию сейчас используют большинство этих компаний. Также она позволяет работать с программами, которые уже морально устарели, которые не поддерживаются на новых версиях операционных систем. Например, там могут быть самописные программы, которые есть в организации уже лет 10. Естественно, для такого виртуализация может быть полезна. Также есть виртуализация приложений, которая позволяет использовать приложения как сервисы, которые доступны только при необходимости и не устанавливаются при этом на компьютер. Приложения могут запускаться как на планшетах, так и на мобильных телефонах, и на терминальных серверах, и на ноутбуках. То есть, также это дает определенную гибкость непосредственно в работе пользователей. И, опять же, непрерывность работы. Как все-таки правильнее управлять активами ПО? Особенно, как правильно лицензировать виртуальную инфраструктуру, как правильно ее внедрять, как ее учитывать? На эти все вопросы может ответить международный отраслевой стандарт SAM. Это ISO 19770 SAM Processes, стандарт, который поддерживается не только Microsoft, но и многими другими вендорами. Это определенный набор бизнес-практик, которые включают в себя управление и оптимизацию активов. Это, в частности, и закупка, и внедрение, и апдейты, и поддержка, и вывод ПО из эксплуатации внутри организации. А в данном случае SAM помогает контролировать IT-расходы компании, также оптимизировать IT-инфраструктуру, оптимизировать затраты на программное обеспечение. В частности, в виртуализации может быть такая проблема, что достаточно много виртуальных машин на компьютерах установлено, но не используется. Это один из таких примеров. Дальше мы более детально об этом поговорим. Также вы всегда можете узнать, какое программное обеспечение есть у вас в вашем окружении, где именно оно установлено, все ли есть лицензии. То есть вы имеете полную картину того, что у вас есть на вашей IT-инфраструктуре. Это все делается специальными инструментами. Один из примеров – это Microsoft Assessment Planning Toolkit, вкратко назвать Map Toolkit. Его можно скачать бесплатно на сайте Microsoft, запустить у себя в IT-инфраструктуре, и проверить, какое программное обеспечение Microsoft у вас установлено. Сегодня я вам расскажу об оценке состояния виртуальной инфраструктуры. В частности, это одна из специализированных сфер SAM, которая позволяет разработать стратегию виртуализации на основе изучения вашей текущей виртуальной инфраструктуры, ваших виртуальных сред, и разрабатывается план оптимизации и развития виртуальной инфраструктуры в зависимости от ваших целей. Кроме того, проводится верхнеуровневый анализ развернутого программного обеспечения и разрабатывается карта ваших виртуальных окружений. Также вы видите информацию о том, как используется ваша виртуальная инфраструктура, есть ли у вас необходимые лицензии, есть ли у вас ненагруженные виртуальные машины и неиспользуемые виртуальные машины, и разрабатывается набор рекомендаций по политикам и требованиям управления лицензиями, управления программным обеспечением и постепенному переходу в виртуальную инфраструктуру каких-либо других компьютеров, если это необходимо. В частности, это делают партнеры Microsoft, которые сертифицированы по направлению Software Asset Management, то есть управление активами программного обеспечения. Также это можно сделать при помощи таких инструментов, как я уже сказала, Map Toolkit, System Center, это программа обеспечения Microsoft, также есть у различных других вендоров другое программное обеспечение. Из самых известных – это та же Flexera, например, Snow. Что можно сделать? Прежде всего, оценивается как существующие виртуальные среды, так и то, какие дополнительные виртуальные среды можно внедрить, как это лучше сделать, от каких виртуальных машин надо отказаться. И все-таки, почему это необходимо? Это потому, что сейчас виртуальные сервера и рабочие станции достаточно легко установить. Но и так же они доступны абсолютно. В принципе, любой пользователь может это сделать, если внимательно почитать, опять же, ту же справку. Это может привести к таким последствиям, как существует большое количество виртуальных машин внутри IT-инфраструктуры, которые при этом не используются, либо же мало используются, которые не обязательно должны бы быть в IT-инфраструктуре. Соответственно, это дополнительные лицензии, дополнительные затраты. Для избежания этих затрат лучше это оптимизировать и отказаться от таких виртуальных машин. Ну, прежде всего, их идентифицировать. Кроме того, опять же, я уже говорила, это дополнительные сложности в лицензировании, поскольку нужны клиентские лицензии, серверные лицензии. Ну и лицензирование виртуальных сред более сложное, чем в физических средах. Поэтому необходимо дополнительное планирование и конфигурация. В частности, я могу сказать, что большинство компаний имеют проблемы с лицензированием виртуальной инфраструктуры, поскольку она действительно намного сложнее и почти не бывает компаний, у которых было бы все идеально лицензировано в их виртуальной инфраструктуре. Это не потому, что они хотят быть нелегальными, либо же хотят что-то скрыть, сократить затраты таким образом, просто потому, что они не знают, как правильно лицензироваться, как правильно контролировать это. Это, опять же, пользователи, администраторы устанавливают дополнительные виртуальные машины, что приводит к, опять же, излишку, необходимым дополнительным лицензиям. Что предлагает проект по оценке виртуальной инфраструктуры? Прежде всего, это анализ текущего состояния виртуальной инфраструктуры, полностью анализ текущего состояния развернуты, какие виртуальные машины развернуты, сколько их, на каких физических машинах, как это все делается в компании, есть ли лицензии необходимые. Также разрабатывается план внедрения виртуализации на основе наличия текущих лицензий. То есть, прежде всего, партнер смотрит, какие лицензии есть, и как можно оптимизировать виртуальную инфраструктуру под текущие лицензии. То есть, от каких виртуальных машин можно отказаться. Где лучше сменить тип лицензии, чтобы иметь, допустим, возможность устанавливать множество виртуальных машин. Как лучше, опять же, это все внедрить? Как лучше это учитывать? Делается ли автоматический учет, либо же это делается вручную? Кто конкретно за это должен отвечать в компании? Как это должно все храниться? Чтобы в случае каких-либо проверок компания могла показать, что она абсолютно легально, правильно все делает. Прежде всего, это необходимо для возможности учета своей виртуальной инфраструктуры и понимания того, что есть, и какие изменения происходят. Кроме того, что позволяет сделать оценка готовности к виртуализации и оценка виртуальной инфраструктуры компании? Она позволяет повысить уровни безопасности при дальнейшей консолидации серверов. То есть, необходимо определить, нужна ли консолидация серверов, как это также лучше сделать, возможно, и не нужна, как легче управлять виртуальными рабочими станциями, как лучше построить виртуальную инфраструктуру, ну и как контролировать существующие виртуальные среды. Также, что необходимо. В рамках проекта также предоставляются политики виртуализации для внедрения новых виртуальных сред и рекомендации по управлению виртуальной инфраструктурой. Естественно, таким преимуществом также является то, что, опять же, снижается риск лицензионного несоответствия. И в долгосрочной перспективе все-таки легче прогнозировать расходы компании на виртуальную инфраструктуру. Если даже возможно будет такое, что затраты на некоторый период необходимо будет увеличить, тем не менее, в долгосрочной перспективе это будет сокращение затрат. Ну, прежде всего, делается виртуализация, оценка виртуализации по всем трем сценариям. То есть, это виртуализация серверов, как используются виртуальные сервера в компании, как можно максимизировать их полезность, как можно максимизировать их использование и продуктивность, какая идеальная конфигурация должна быть у серверов компании, как лучше все-таки поддерживать лицензионное соответствие, и существуют ли текущие лицензии, текущие лицензионные соглашения вашему виртуальному окружению, как можно удалять и устанавливать виртуальные машины, на каких устройствах, есть ли возможность переноса виртуальных машин. Все это оценивается и разрабатывается соответствующие рекомендации. По следующему сценарию, то есть, виртуализация рабочих мест и приложений, оценивается то, какие варианты конфигурации виртуальных десктопов можно внедрить в компании, как лучше это сделать. Также, можно ли как-то отслеживать лицензирование по пользователям и по устройствам, как для компании лучше это делать, какими способами и средствами. Также важно подумать над тем, как вы управляете устройствами, которые подключаются к виртуальным десктопам и приложениям. Поскольку, опять же, это дополнительные риски кибербезопасности, соответственно, необходимо выработать политики, которые помогут оценить все риски и минимизировать их. Ну и также позволить виртуальным десктопам и приложениям наиболее эффективно служить пользователям, то есть, чтобы каждое устройство авторизованное могло подключиться и чтобы каждый пользователь мог использовать все преимущества виртуализации. Естественно, если в рамках работы ему нужно. То есть, также можно ограничить количество пользователей и давать права на использование виртуализации. Идет оценка, как лучше это сделать. Что в рамках готовности к виртуализации и оценки виртуализации предоставляется и анализируется? Прежде всего, анализируется IT-инфраструктура ваша, то есть, это идет IT-инфраструктура вся, которая связана с виртуализацией, как и серверная, в частности, так и клиентский доступ. Также оценивается ваше видение и планы для дальнейшей модернизации и IT-инфраструктуры. Планируете ли вы полностью, допустим, планируете ли вы переносить IT-инфраструктуру в облако или использовать наземные решения? Какую часть машин вы хотите использовать в виртуализации? Какое аппаратное программное обеспечение у вас есть и как оно используется? Кроме того, рассчитывается ROI, используемая и планируемая виртуализация, исходя, опять же, из различных показателей, таких как количество машин, затраты на дополнительные лицензии, либо же, наоборот, экономия на лицензиях, которые не нужны, но приобретены, и насколько все-таки вам это будет эффективно, экономически выгодно. Кроме того, анализируются ваши существующие политики и процедуры управления виртуальным окружением, если у вас такие есть, ну, если таких нету, то, естественно, в дальнейшем будут сформированы политики и процедуры, соответствующие рекомендации для вашей компании на основе вашей IT-инфраструктуры. В рамках данного проекта вы получаете отчеты о вашем программном обеспечении, в том числе о том, какое у вас развернуто, какое у вас реально используется, поскольку бывает такое, что, допустим, у всех сотрудников есть доступ к виртуальным машинам, но используют там из всех сотрудников, ну, процентов 10. Соответственно, другим сотрудникам эти все доступы не нужны, опять же, это может быть дополнительная экономия на лицензиях и сокращение затрат. Кроме того, вы получаете информацию о том, какое программное обеспечение вашей виртуальной инфраструктуры у вас лицензировано и как оно лицензировано. И, опять же, на каких виртуальных машинах, какие виртуальные машины не используются пользователями. Кроме того, вы получаете отчет об оптимизации виртуальной инфраструктуры, в частности, оцениваются неиспользуемые и малоиспользуемые права виртуализации, а также оценивается ваша текущая практика виртуализации, как я уже до этого говорила, и оценка нагрузки на ресурсы серверов, насколько эффективно используются сервера, в частности, как используется распределение, как лучше распределить все-таки нагрузки, ну и рекомендации по полезному использованию собранных данных по вашей IT-инфраструктуре и по ее виртуальной части. Как проходит данный проект? Во-первых, проводится инвентаризация всего программ обеспечения в вашей виртуальной инфраструктуре, в частности, это серверная, часть это десктопная, это часть приложений, и делается сверка с лицензиями, с тем, что используется, с тем, что развернуто, поскольку нередко бывает такое, что развернуто намного больше программ обеспечения, в частности, виртуальных машин, чем используется, и, естественно, это возможности для дополнительной экономии. То есть вы получаете отчет о текущем состоянии вашей виртуальной инфраструктуры. Следующий этап – это идет обзор вашего текущего окружения и разработка плана под изменение вашего текущего окружения для того, чтобы оно соответствовало вашей стратегии. В частности, нужно определиться, для чего вам виртуализация, как она у вас используется, сейчас стоит ли ее внедрять или в дальнейшем, как лучше контролировать ресурсы, как производить учет виртуальных машин, прав пользователей, лицензии, какая модель лицензирования более подходит. То есть, исходя из того, какие у вас все-таки потребности виртуализации, возможно, некоторым компаниям будет полезнее купить меньше лицензий, но более дорогих, которые позволяют развертывать неограниченное количество виртуальных машин. Некоторым же компаниям, наоборот, достаточно будет обычных лицензий, если виртуальных машин намного меньше. Так же, как виртуализация в данном случае влияет на лицензирование, и стоит ли компании задуматься на Software Assurance, в частности. То есть, идет полностью вся оценка и соответствующие рекомендации. Третьим этапом анализ ROI идет, как анализ затрат на аппаратное обеспечение, которое у вас есть, и соответствующее его потребление энергии, так и на IT-ресурсы и скорость их выделения, так и на то, насколько гибким может быть ваш бизнес, какие необходимы еще дополнительные ресурсы для использования виртуализации, либо же, наоборот, для использования наземной инфраструктуры. И, в частности, это могут быть и оценка того, есть ли у вас необходимые помещения, в частности, если вы планируете иметь аппаратное обеспечение, аппаратную инфраструктуру, и предоставляются соответствующие рекомендации. По поводу политик и процедур виртуализации, опять же, какие политики, я вот приведу пример более общих, которые рекомендуются вам, как все-таки сотрудникам компании, как вы можете самостоятельно поддерживать вашу виртуальную инфраструктуру. Во-первых, планирование конфигурации должно быть завершено до развертывания виртуальных серверов, для того, чтобы можно было эффективно оценить ресурсы, и в дальнейшем было легче управлять виртуальной инфраструктурой. Кроме того, в связи с тем, что многие пользователи сейчас подключаются удаленно из различных устройств, естественно, это надо учитывать, надо учитывать риски кибербезопасности и иметь соответствующие меры. Также, что важно, для доступа к виртуальным рабочим столам, приложениям, желательно все-таки иметь пользователей соответствующий логин и пароль, чтобы доступ был только при необходимости, только для конкретных пользователей, они должны быть на это авторизованы. Это так должно быть в идеале. Естественно, IT-специалист должен постоянно отслеживать процесс как планирования конфигурации, так и изменения какие-либо в виртуальных машинах, то есть вести учет. При этом, это должно быть независимо от того, активны ли данные виртуальные машины, либо они заархивированы. В частности, на этом моя презентация заканчивается. Сейчас я готова буду ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте. Спасибо вам за внимание. Также вот мой имейл, поэтому можете со мной связываться, консультироваться. Могу вам привести примеры отчетов, опять же, примеры того, как мы работаем и как наиболее эффективно самим можно оценить вашу виртуальную инфраструктуру.